Плохая видимость как следствие лесных пожаров. Однако виноваты в этом наши соседи. С конца прошлой недели, вот в начале этой недели, наблюдается сильное задымление. Это задымление наблюдается не только в городе Улан-Удэ, также в ряде районов республики. Связано это с действующими пожарами в Иркутской области и в Красноярском крае. Сейчас эти два региона, к сожалению, являются лидерами по количеству и площади лесных пожаров в России. Проверяют атмосферный воздух сотрудники Роспотребнадзора ежедневно по нескольку раз. Диоксиды углерода, азота и серы находятся на критическом уровне. Однако пока это не представляет опасности. За прошедшие сутки на территории республики, в том числе в городе Улан-Удэ, было отобрано 42 проба атмосферного воздуха, в пользу результатом которых превышение не зарегистрировано. Однако содержание взвешенных веществ диоксида азота, диоксида серы и диоксида углерода находится на пограничных значениях, то есть на уровне ПДК. Состояние атмосферного воздуха беспокоит и бурятских синоптиков. Они проверяют данные четыре раза в сутки, пока количество вредных веществ в воздухе в пределах нормы. Хотя в случае высокого загрязнения, экстремально высокого загрязнения, это когда превышение наблюдается в 5-10 раз, у нас пока не установлено. И хотя у нас максимально разовая концентрация не превышает ПДК, но однако вот это среднесуточное содержание, ну среднесуточные концентрации вышесказанных примесей, они, конечно, все-таки чувствуются, мы вдыхаем и неприятно сказываются на состоянии нашего здоровья. Позаботиться о своем здоровье в период повышенной задымленности, пожалуй, необходимо. Определенный дискомфорт могут испытывать люди с оболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы. Необходимо избегать высоких физических нагрузок, меньше проводить времени на открытом воздухе. В период максимально повышенного задымления на улице рекомендуется носить увлажненные маски, которые периодически, опять же, рекомендуется смачивать увлажненные. Необходимо при задымлении потреблять достаточное количество жидкости. В республике ситуация с лесными пожарами остается стабильной. На сегодняшнее утро у нас зарегистрировано 7 очагов на общей площади 1200 гектаров. Илья Бельков, Сергей Петров, Новости дня.